Великий вам дякуй, аду сих, хлопчики и девчинки, да. Благословить вас Господь, да. Дальше на русском пошкадую вас и себе. Слава Господу! Время так быстро идет. Давайте откроем книгу Псалтирь, 5-й Псалом. Псалом со 2-го и по 4-й стих. Собою и буду ожидать. Амин. Состояние сердца каждого человека, который следует за Христом, оно переживает различные моменты. И когда мы движемся за ним, у нас могут быть и взлеты, и где-то разочарования. Падение нашей веры, где-то она больше, где-то она крепче. А где-то, как Библия говорит, она оскудевает. И здесь в этом псалме, псалмопеист Давид, он взывает и говорит, Господи, услышь каждое мое слово, уразумей мои помышления, то есть пойми мои мотивы. Ты видишь и знаешь не просто то, что я говорю, но ты знаешь, чем я руководствую, что есть в моем сердце. И употребляется здесь слово такое «внимли глазу вопля моего». Вы знаете, вопить или вопиять – это не просто молиться о какой-то обычной нужде. Это что-то особенное, что заставляет наше сердце настолько дерзновенно, может быть, даже от отчаяния, взывать к Богу, как к последней надежде, как к тому, кто может услышать и ответить, и говорить, «Обрати особое внимание, откликнись на мою просьбу, услышь голос мой, и я предстану рано пред Тобою и буду ожидать, буду ждать». Я думаю, что у каждого из нас есть некое время ожидания. Мы ожидаем нового неба и новой земли. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем ответы на наши какие-то нужды. Мы ожидаем. И тема сегодняшнего рассуждения буду ожидать. Достаточно легко молиться, когда ты входишь в молитву, когда ты сокрылся в Боге, чувствуешь Его присутствие, когда, может, братья и сестры поддерживают тебя в молитве, ну, знаете, какое бы ни было тяжелым, но проще. Когда ты молишься, проще. Когда ты берешь время поста, это тоже время особого состояния смирения перед Богом. Ты прилагаешь усилия, ты стараешься и движешься за Ним, и как бы вроде бы легче. Но ждать, просто ждать, очень тяжело бывает. Кто-то сказал, что тяжелее всего догонять и ждать. И вы знаете, способность ждать или ожидать очень часто зависит от нашей зрелости. Вот я думаю, что я не ошибусь, что некоторые дети уже на этом богослужении спросили у своей мамы и папы, а скоро на воскреску? И, наверное, за время проповеди они еще не один раз спросят, а скоро уже нужно идти? А скорее бы! Мы, когда уезжаем к бабушке в другой город, наши дети, мы еще не выехали из города, они уже раза три спросили, мы скоро приедем? Мы еще не успели даже выехать. Мы уже скоро приедем. А скоро мы приедем? А скоро? А какую-то посылку заказали, нужно ожидать месяц? Слушайте, иногда дешевле пойти купить здесь, чем отвечать на вопрос ожидания. Ну, когда придет? Ну, когда придет? Ну, когда придет? Детство. Такое состояние. Но иногда взрослые люди, но духовно незрелые внутри, Господи, я помолился. Где ответ? Я уже целых два дня молился. Бог мой, почему не отвечаешь? Ну, скоро придет ответ. Мы начинаем нервничать. Мы начинаем где-то неправильно себя вести. Бог, почему не отвечаешь? Послушайте, а если кто-то еще пост взял? А если даже не один день? То вообще Бог нам должен уже. Знаете, иногда такое состояние, что-то с ног на голову переворачивается. Пост вместо смирения, он приводит в нас чувство, «Ну, я же постился!» Ну, я же целых два с половиной часа не ел. И ночь всю постился. А если кто-то два дня постился? Три дня? А если ты на протяжении, может быть, семи лет, как в нашей жизни было, мы ожидали ребенка, и не было семь лет, и день, и два, и год, и сбился со счета, и постов, и молитв. А что делать? Способность ожидать зависит от нашей зрелости, друзья. И вопрос возникает часто у каждого из нас, а сколько ожидать? Я хочу сегодня, вот говоря об ожидании, посмотреть на некоторых героев веры и на некоторые аспекты, которые могут нам мешать, препятствовать или завести нас не в ту сторону и преткновение какое-то принести в нашу жизнь. Сколько ожидать? Вот проще, если бы нам сказали, вот чтобы получить твое исцеление, тебе нужно ожидать два с половиной года. Ну или даже 15 лет. Ух, много, но набрался сил, знаете, взял себя в руки, календарик зачеркиваешь, но ждешь, думаешь, все. Вот есть точка, которой ты должен достичь. 15 лет. Но когда ты не знаешь, сколько ожидать? Ты ожидаешь и месяц, и два, и год, и не знаешь. Авраам, послушай, Господь говорит тебе, я размножу тебя и благословлю тебя, и потомство твое будет очень огромное. Посмотрел Авраам на Сару, посмотрел на Господа, поверил Господу. Проходит год, нет, два, нет, десять лет проходит. Снова говорит Авраам, иди, выйди, выйди на улицу, вышел, посмотри на звезды. Видишь, сколько звезд на небе? Вот столько у тебя будет, такое потомство большое. Авраам на звезды, на Сару, бабка бабкой, девяносто лет, какое потомство. Авраам поверил Господу. Вот удивительно, он поверил Господу. Сара рассмеялась, а этот человек, он поверил Господу. Не понимаю, Бог, как это? Каким образом? Не знаю. А сколько ждать? Неизвестно. Сара приходит, и здесь включается логика. Говорит Авраам, послушай, у меня по-женски уже все мертво. Я не могу родить просто физиологически. Ты уже в преклонных годах. Войди к моей служанке. Вы знаете, нам по-человечески иногда хочется помочь Богу спасти ситуацию. Наш мозг рациональный, логический. Он говорит, ну, все, выхода нет. В этой ситуации выхода нет. Врачи говорят, выхода нет. Никаких шансов у вас нет. Вы знаете, а Бог говорит, есть. Аллилуйя. И когда Бог говорит, тогда это уже неплодная Сара. Сара забеременела и родила. И это принесло великое благословение для всего народа израильского. Но то, что было сделано по-человечески, до сих пор весь христианский мир страдает и терпит. Почему? Потому что решили помочь Богу. Сколько ожидать? Друзья мои, ожидай, пока не придет ответ. В нашем ожидании, живя среди людей, очень часто мнение людей и некий страх перед людьми начинает нас подталкивать к тем поступкам, которые не угодны Богу. Самуил говорит Саулу, Саул, пойди и я приду и ожидай. И я приду через семь дней, он назвал время и говорит, мы совершим там, что должны сделать. Принесем приношение Господу. Саул ждет день-два, дождался срока, назначенного Самуилом, а пророка нет. И Саул начинает суетиться и начинает делать то, к чему он не был призван. Начинается вмешиваться в ту сферу, в которой ему нельзя было вмешиваться, не нужно было это делать. И именно тогда Господь говорит, я отвергну царство твое из-за твоего непослушания, потому что ты вмешался туда, куда не должен. И когда Самуил пришел, говорит, Саул, что ты наделал? И он говорит, я посмотрел на людей. Они начали все разбегаться, они начали уходить, а дальше что? Вы знаете, так часто время ожидания, оно сковывает нас мнением людей. И мы смотрим, ой, люди начинают расходиться, начинают разбегаться, отворачиваются от меня, что-то не так. Мы молимся, мы постимся, мы ожидаем, но мнение людей очень часто влияет на нас и не в очень хорошую сторону. Кто-то говорит, ой, все уже говорят, я уже старая, мне 20 лет, меня никто замуж не взял, ой. И начинают каким-то образом помогать Богу, делать то, что не нужно делать. а кто-то еще советы дает, ну, доченька, давай, ты там себя подкрась, там, ну, может быть, фотографию куда-то выставь, а может, платье такое одень, чтобы привлекало кого-то к тебе. Друзья мои, плоть привлечет плоть. Если мы пытаемся кого-то привлечь по плоти, поверьте, мы привлечем. А что потом с этим делать? Может быть, приходится дольше ждать, чем 20 лет, а кому-то и 30. я хочу сказать, дорогие сестры, продолжайте ожидать. Не вмешивайтесь в то, что не от нас зависит. Я знаю множество примеров, когда удивительная вера наших сестричек. Одна сестра говорила, вы знаете, моя любовь меня на диване найдет. Мама говорила, иди там на конференции, в служении, это надо делать и нужно, быть активными в служении, служить Господу, не растрачивать свое время на пустые поиски. Задействуйте все свое естество в служении Господу. Это благословенное время для служения. Но она говорила, меня мое счастье на диване найдет. И так произошло. Удивительным образом, нет времени свидетельствовать сегодня об этом, но именно так Бог распорядился, что приехали люди из другой страны, из другого города, встретили где-то на Ждановичах случайно, лицом к лицу. Слушайте, уже двое детей радостные, счастливые, благословенные. Почему? Когда Бог решает, это приносит благословение. Я жил в одном городе, жена моя жила в другом городе, мы познакомились в Витебске, в третьем городе. Как это? Для Бога нет ничего невозможного. Не смотри на мнение людей, не смотри на человека, потому что так говорит Господь у Иеремии проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. продолжай смотреть на Него. Возможно, в нашем ожидании у нас было пророческое слово, или что-то Господь сказал в нашу жизнь, но все идет не так, как было сказано. Слово есть, обетование есть, а ответа вообще никакого нет. Еще даже хуже иногда становится. Я молюсь, и Господь говорит, муж твой будет спасен. Сестра говорит, а он еще хуже пить начинает. Слово есть, а ответа нет. Вы помните Иосифа? Бог показывает ему сновидение. Снопы начинают кланяться одному снопу. Один снопов начинают одному снопу кланяться. Потом проходит время еще один сон. Луна солнца и одиннадцать звезд поклоняются. Он начинает считать, пересчитывать всех своих братьев, отца и мать, все сходится. Он приходит радостный, знаете, такой наивный, делится. Говорит, слушайте, такой сон видел, удивительный сон, на свою голову рассказал. Братья возненавидели, да до такой степени возненавидели, что при удобном случае взяли, бросили его в ров, хотели убить вообще, но потом сжалились, старший заступился, продали его в рабство, и вот казалось бы, слово есть, откровение есть, и куча вопросов в голове, Бог, что происходит? Может, это слово неверное? Может, пророк ошибся? Может быть, я что-то в каком-то обольщении? Ну, как-то жизнь начала налаживаться, там уже служит, поднимается по служебной лестнице, тюрьма. Господи, ну, сидит в этой темнице, это не день, не неделя, не месяц, годы проходили, что думать было Иосифу? Иногда в нашей жизни, друзья, слово есть, а ничего не происходит, потому, что сказал Господь. Приходит Самуил и помазывает Давида в цари, выливает елей на голову, говорит, я помазываю тебя, ты царь Израиля. Все родные в недоумении, не похож он на царя, вообще никто не ожидал, Давид о себе, наверное, так не думал, продолжается жизнь, идет к своим братьям, видит, что войско в замешательстве, Израиль в страхе, Голиаф пришел. Знаете, этот смелый молодой юноша побеждает Голиафа, вот он прорыв, вот один шаг и царство уже люди признали, говорит, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, вот, буквально мгновение корона царская, вот как Господь обещал, так и сбудется, а нет, Саул возненавидел и начал гонять его по пещерам, по ущельям, по чужим странам, и состояние сердца Давида, представьте себе, не только слово есть, пророк сам пришел, нашел где-то в поле, вылил елей на голову, помазал в цари, что происходит, Господи, почему я должен скитаться, притворяться безумным, среди этих отверженных людей находить дружеские взаимоотношения, и знаете, были некоторые моменты, где он мог бы приткнуться, потому что вот в одном шаге от него лежит этот помазанник Саул, спит, и многие бы из людей сказали бы, Бог, спасибо тебе, вот настал час, и ты предаешь в руки мои этого нечестивца, но Давид так даже и в мыслях не подумал, он говорит, я не подниму руки своей на кого, на помазанника, послушай, Давид, этот помазанник одержим нечистыми духами, ты не помнишь, как тебя пригласили играть во дворец, потому что, когда ты играл, дух нечистый уходил, ты что забыл, он одержимый человек, он за тобой гоняется, уже Бог отступил от него давно, умертвит нечистивца, и все, но даже когда Давид отрезал край одежды, он потом глубоко сожалел и просил прощения, говорит, я неправильно поступил, знаете, это пример глубочайшего смирения, это пример глубочайшей веры, если Господь сказал, Господь и сделает, если Господь помазал царем быть, то не я сам буду царства добиваться, если Господь призвал тебя к служению, то не нужно лезть по головам, говоря, кто одержимый, а кто не так себя ведет, а кто еще что-то, поверь, помазание, но никуда не денется, если призвание есть, ты будешь в этом призвании, всему есть свое время, но так часто, когда было слово, но все идет не так, как было сказано, приходит искушение, но я хочу напомнить нам всем, друзья, что Господь говорит, что слово, которое я сказал, оно никогда не возвращается тщетным, то, что Бог сказал, оно обязательно совершится, то, что Бог сказал, оно обязательно сбудется, потому что это Божье слово, и оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что угодно кому, Господу, но так часто мы похожи на людей, которые написаны, как блуждали, как овцы, и совратились каждый, на какую, на свою дорогу, а вот я так понимаю, а вот я, если я так думаю, может так и будет удобно, и пытаемся ходить своими путями, вместо пути, которые определил Бог. Во время ожидания дорогие сердцу люди часто бывают не самыми лучшими советниками. Очень коротко, Иев потерял все, произошел спор на небе, и было допущено в жизнь Иева поражение. И вы знаете, вот в этом состоянии, когда дома нет, детей нет, семьи нет, тела, все в язвах, разлагается, а жизнь, она и остается. Жена смотрит, близкий человек, родной человек, смотрит, как он мучается, страдает. Я не думаю, что она его не любила или она его ненавидела, но видя его страдания, она говорит, послушай, да лучше будет в тебе умереть, чем так мучиться и жить. Знаете, иногда время ожидания, оно окружающих людей, близких нас людей подвергает на какие-то неправильные советы. И они, глядя на нашу жизнь, начинают что-то советовать, что-то предлагать, что-то говорить. Но вера в сердце Эва, упование и надежда может быть сквозь боль, сквозь непонимание, сквозь разочарование, но дает ему силы провозгласить это в физический и духовный мир. Говорит, женщина, ты говоришь, как одна из безумных. И потом впоследствии он провозглашает это, а я знаю, искупитель мой жив. И не знаю, сколько ты ожидаешь исцеления. Продолжай ожидать, чтобы не советовали люди, чтобы не говорили врачи, каким бы ни был безнадежным диагноз, продолжай ждать и верить, потому что искупитель он жив. близкий к Иисусу человек, Петр, которому он однажды сказал, ты камень, и на этом камне я буду строить церковь. Когда он услышал, что с Иисусом будет происходить, он говорит, Иисус, послушай, да не будет этого с тобою близкий человек. Вы знаете, думаете, Иисус не знал, кто такой Петр? Конечно, знал. Но этому близкому человеку он говорит, отойди от меня, сатана. Вот часто люди не способны понять каких-то, может быть, неправильных обстоятельств в твоей жизни. Нам кажется, что если ты царь, если ты мессия, то ты должен быть царем, настоящим царем. Ну, какая смерть? Какое распятие? А я знаю волю Божью. Иисус совершил эту волю, и благодаря Ей, благодаря Его послушанию мы сегодня имеем прощение, грехов и вечную жизнь. Так часто бывает, что во время нашего ожидания никого нет рядом. Помните человека, который лежал в купальне Вефес до 38 лет? И написано, что не было кого, кто бы помог ему опуститься в эту воду, которую Дух Божий возмущал, и первый, кто опускался туда, получал исцеление. Написано, не было кому помочь. И вот в этом времени ожидания, представьте себе, 38 не недель, а лет. И я думаю, что какое-то первое время вокруг него были люди, может быть, родные, близкие, старались помочь, как-то быть рядом, сидят, все ждут. Вода не возмущает, день подождали, вахту сделали какую-то, цепочку какую-то. Потом сказали, слушай, брат, все понимаем, работа, мне нужно семью кормить, пойми, извини. И я думаю, что рано или поздно этот больной человек почувствовал глубочайшее одиночество. Сколько вопросов в его голове, сколько боли, сколько разочарования. Вы знаете, как легко было ему обидеться на весь мир. Я знаю людей, которых просто не посетили в больнице, когда он неделю лежал. Обиделась сестра, на домашнюю церковь не приходит. Вот такая вот церковь, вот. Никто не посетил. Плохо, что никто не посетил. Сто процентов плохо. Но это не дает права нам обижаться. У этого человека могло быть миллионы причин обидеться на весь мир, озлобиться, стать таким. И я видел таких людей, которые в своей болезни не смогли преодолеть этого времени ожидания, и ты приходишь, он злой, он уже не может контролировать себя. И вот в этой ненависти он ненавидит всех, но не в данном случае. Не в данном случае, потому что у этого человека, несмотря на то, что он столько лет ожидал, у него не исчезала вера и надежда, и он продолжал лежать там, где было присутствие Божие, хотя бы один раз в год, надеясь на исцеление. И вы знаете, однажды в эту купальню пришел Иисус. И он задал этот вопрос. И я верю, что Бог задает эти вопросы и сегодня. Почему? Потому что при длительном времени ожидания мы очень часто даже сами не знаем, а хотим ли мы перемен или нет. Вот некий застой приходит в нашу жизнь, и мы даже сами порой не верим, что может что-то произойти. Хочешь ли быть здоров? И он своими устами говорит, хочу быть здоров. Вера твоя спасла тебя. Будь здоров. Вы знаете, есть люди, которые иногда цепляются за какие-то свои болячки. Я говорил, на первом служении к одному служителю пришел человек и говорит, помолитесь за меня. Вот то плохо, это плохо. Группу инвалидности дали, головные боли. Но наш служитель долго не думая, Господь благословил, бери головные боли. Тут его руку убирает. «Не, не, не, не молитесь так». Говорит, «А чего? Так у меня группу снимут». Представьте себе, вот это то, о чем я говорю. Иногда при долгом времени ожидания люди разменивают вот это чудо, огромное благословение на какое-то, ну может быть, плюс, маленькое пособие, какие-то привилегии. Смирились, согласились со своей болезнью и хотят уже жить до конца дней. Иисус может прийти в твою жизнь и помни, дорогой друг, сколько бы ты не находился, может быть, в трудных обстоятельствах, Иисус говорит через свое слово, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». И последнее, друзья, когда молчит небо, у тебя нет пророчества, ты не понимаешь, что происходит, ты уже достаточно долго ждешь и полная абсолютная тишина. Вы помните, когда настало время в народе израильском, что пророчества умолкли и слово прекратилось? Сколько это было? Приблизительно 400 лет. Сменилось множество поколений. представьте себе, тишина молчит. Сколько бы осталось людей в церкви, если бы Бог перестал говорить? Знаете, мы вдохновляемся словом от Бога. Мы переживаем, когда слушаем проповеди, песнопения, Дух Святой прикасается к нам. И то многие люди, многие из присутствующих здесь, они пренебрегают служением среди недели, где тоже Бог говорит иногда больше даже, чем в воскресном служении. Люди считают маловажным, не так важным, ну, это же пасторам вообще-то надо служение среди недели. Но здесь небо молчит 400 лет. Что думать? На что надеяться? Чего ожидать? И вы знаете, через 400 лет приходит ангел к молоденькой девушке 16 лет. Говорит, радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Господа, зачнешь и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Кто-то через 400 лет сохранил веру, надежду, и продолжал ожидать обещанного Мессию. Елисавета, Захария, Симеон, я думаю, эти имена можно было продолжать больше. Таких людей было немного, но они продолжали ожидать. Мессия должен прийти. Не важно, что его уже нет, и голос Божий молчит, небо молчит, но если Бог сказал, значит, так будет, если Бог сказал, значит, произойдет. Дорогой друг, брат и сестра, я не знаю, что ожидаешь ты. Может, ты утомился в своем ожидании десятилетиями взывая к Господу. Не просто ожидай, продолжай молиться. Может быть, ты ожидаешь потомства, как ждал Авраам, как ждали мы семь лет нашей семьей. Поверю, Бога есть ответы на твою нужду. Может, ты молишься о своем неспасенном мужа, и ты уже устала, замучилась молиться. Может быть, о жене кто-то молится, о детях своих, и руки опускаются, и слово есть, а ответ не приходит. Продолжай ожидать. Ожидай, пока не придет ответ. Не смотри на человека, на обстоятельства. Помни, что Слово Божье, оно не возвращается тщетным. Если Господь сказал, значит, Он совершит, ибо Он есть законодатель Своего Слова, и Он не изменяется. Он сказал, не оставлю и не покину. Он однажды придет в твою купальню и прикоснется к тебе, и ты получишь это исцеление, о котором ты молишься уже много лет. Друзья мои, когда имеешь близкие отношения с Богом, легко ждать, потому что Сам Бог, Он наполняет твое естество, Он приходит в твою жизнь, и вы знаете, когда ты прикасаешься к Его могуществу, к Его величию, намного проще понимать, о чем говорил Давид в этом псалме, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его, с кем советуется Он и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию, поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, Он всех их называет по имени, по множеству могущества, написано и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь и разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не исследим. Если ты устал в своем ожидании, то Он дает утомленному силу, а изнемогшему Он дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся, ожидающие Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да поможет Господь и даст силы молиться, верить и ждать. Давайте помолимся. поднимемся. Спасибо. 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 Продолжение следует...